Приветствую всех ребят на своём YouTube-канале, спасибо всем, кто со мной. Сегодня запишу такое небольшое видео, так как очень много вопросов в Инстаграме и в ТикТоке, поэтому я постараюсь вам немножко объяснить, чтобы было как-то понятно и ответить на самые популярные вопросы. Так вот, меня зовут Асоль, я из Казахстана, из города Ак-Тубе, долгое время жила в Алматы. В Америке первый раз я была в 2011 году, приезжала по программе Walk&Travel, поэтому, если кто меня смотрит, студенты, либо те, кто только закончил университет, очень хорошая для вас программа, особенно для молодых, приехать, попробовать себя, поработать, посмотреть. Я всегда за то, чтобы люди развивались, пробовали, пытались, смотрели, и уже потом отталкивались и выбирали, в какой стране им жить, может быть, и в Казахстане всё устраивает, но тем не менее, я считаю, что путешествовать, знакомиться с новыми людьми и как-то расширять кругозор всегда будет актуально и в моде. Так вот, хочет тоже что-то сказать мой GPS. Так вот, вернулась я обратно в Казахстан, так как нужно было заканчивать университет, потом получила и пошла визу, мне дали на 5 лет, то есть я не планировала сразу как бы переезжать, но я думала, сделаю себе визу, так как у меня были друзья. Но на самом деле такое моё желание было всегда уехать в ту страну, где нет никаких предрассудков, что тебя там будут осуждать за твою религию, за твою ориентацию, за какие-то твои взгляды на жизнь, если они вдруг отличаются от других. То есть у меня всегда было это желание, такая мечта. Вот, поэтому как бы у меня была виза, это уже получается вторая американская, то есть первая J1 называлась она, если это по walk and travel или программа, которая отправляет студентов. Вот, и вторая виза, то есть по бизнес, слэш-туризм, либо какие-то краткосрочные курсы английского языка, то есть вы можете брать по ней, по этой визе. Также я потом после 2011 года, я приезжала ещё несколько раз в Америку, я думала, я решалась, и вот получается больше 4 лет назад я наконец-то решилась, нашла курсы, приехала, и уже здесь на месте, да, как от студенческой визы, да, от курсов, я уже оформляла рабочее разрешение себе. Вот, поэтому я хочу вам сказать, что если вы хотите поехать в Америку, вам не нужно писать блогерам, вам не нужно писать никому в интернете, вам нужно обращаться в посольство, либо в специальные туристические агентства, которые занимаются визами, либо писать напрямую работодателю, когда он вам говорит, что мы можем вам предоставить рабочую визу, да, что мы будем этим заниматься, мы возьмём вас, так как вы их очень суперский, крутой специалист. Хочу сказать, что в основном такие рабочие визы дают программистам, либо каким-то микробиологам, учёным, то есть когда вы уже в своей стране очень-очень востребованы, хорошо зарабатываете, у вас какие-то открытия, тогда вас могут позвать. Поэтому не тратьте своё время зря, написывая всем компаниям. Я, конечно, надеюсь, да, что, допустим, наша компания в скором времени будет так, как бы наделена такими способностями, чтобы мочь позвать людей со стран того же СНГ, допустим. Вот. Писать блогерам. Ну, как? Вы думаете, что мы как-то связаны с посольством? Единственное, что если мы как-то можем сотрудничать с какими-то туристическими агентствами и посоветовать вам. Вот. Я хотела сказать это, что вы просто тратите своё время. Можно, если вы планируете, действительно, если вы собираетесь подписываться на кого-то, кто даёт интересный какой-то контент, делится полезной информацией. Себе, знаете, как-то вот так вот думать, да, окей, какие-то себе помечания делать, что-то сохранять, отмечать, что потому что вы знаете, что вот я скоро приеду, эта информация мне понадобится. То есть, понимаете, да? Вот. Поэтому я считаю, что на данный момент вы можете играть в грин-карт каждый год. Да, я очень знаю много людей, друзей, знакомых, которые действительно выиграли. С Казахстана, с Узбекистана, с Киргизии. Мне вот пишут мои подписчики, которые даже были подписаны на меня изначально, да, и вот они тоже выиграли, сейчас ждут очереди. То есть, поэтому играйте, верьте, обязательно у вас всё получится. Второе, да, это, может быть, найдите какую-нибудь учёбу, какой-то колледж, либо курсы английского языка. Попробуйте пойти вот этим путём, допустим. Есть как воссоединение семьи, да, но это если у вас есть родной брат, сестра, либо ребёнок, либо родитель, либо наоборот вы вызвать родителя можете. Только прямые родственники могут приехать к вам сюда, в Америку. Ну, ещё один способ, да, сейчас он как бы набирает такие обороты, из-за, допустим, войны в Украине, да, ещё каких-то там, той же Белоруссии, да, если у вас там в вашей стране какие-то происходят неполадки, то есть через Мексику и уже на границе Мексики спрашивать политическое убежище. То есть это уже вы тоже отталкивать от своей ситуации, какая у вас ситуация в стране, что с вами происходит, какие у вас там преследования, кто вас, к вам угрожает, да, если действительно угроза жизни, то вы можете пробовать таким путём. Поэтому хочу вам пожелать удачи, сказать, что лучше собирайте информацию, которая вам пригодится в дальнейшем, и не тратьте своё время и моё время на то, чтобы спрашивать, а как, где мне получить визу, а как, а вышлите мне визу, а вот я не знаю, как приехать, мне нужна виза. Ну, это глупо, это глупо, вы, получается, просто сидите, пишите в интернете всем и думаете, что кто-то вам вышлет визу. Я считаю, что человек, который действительно хочет, да, он встаёт и делает, поэтому всем, те, кто посмотрит это видео, хочу именно этого пожелать, что если вы действительно хотите, всё у вас сбудется обязательно, собирайте информацию, да, вот, допустим, я сейчас делюсь про такую профессию, да, как дальнобойщик, как трак-драйвер, да, мы называем здесь в Америке. Это одна из популярных профессий здесь в США для наших вот иммигрантов, вот, поэтому тоже, пожалуйста, если что-то вас в этом интересует, спрашивайте, я всегда открыта к общению адекватному, да, я могу ответить, я вот разработала для вас справочник, я буду брать девушек на тренинг, потому что я знаю, что это очень сложно, когда даже вы получите CDL права, найти именно девушку, которая вас, да, потренингует с собой, то есть есть мужчины, ну, как бы я, допустим, своё время, я боялась пойти и сесть с каким-то незнакомым мужчиной, да, в одну машину и практически жить с ним, то есть и многие мне девушки писали, вот мы хотим получить, но мы не знаем, как потом, кто нас возьмёт на тренинг, и действительно люди некоторые не хотят брать на тренинг, потому что вы, ну, вот я буду тратить своё время, соответственно, я буду брать меньше грузов, да, чтобы больше объяснять человеку, я буду сажать этого человека за руль, то есть представляете, это вам не, там, Казахстан, и не даже, там, Москва, здесь такие сложные развязки, сложные дороги, что, как бы, я буду рисковать своей жизнью, понимаете, и многие так и не хотят, и не берут, они, вы думаете, что я прям как-то супер заработаю на этих людях, которых я тренингую, мне уже лучше, если вот так посмотреть спокойно, сидеть в самой страйке, делать свою работу, да, никто меня не будет мешать, будут свои грузы, свой доход, и так обычно каждый водитель думает, но так как я знаю, что у меня есть эта платформа, я знаю, что мне пишут девушки, я знаю, что действительно они хотят, но не могут найти такого человека, поэтому я решила именно лето выделить, для этого показать, объяснить тем девушкам, которые вот хотят, да, и лето это, как бы, хорошее погодное условие, поэтому я думаю, что и мне будет более спокойнее, и вам будет легче научиться. Вот, я надеюсь, более-менее как-то ответила на ваши вопросы, либо там поставила у вас какие-то мысли на полочке, потому что, проверив свой директ, я поняла, что люди даже не знают, что нужно обращаться, оказываться в посольство. Вот. Всем удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, только, пожалуйста, вопросы по делу. И еще хочу добавить, что если у нас, в нашей компании будет такое, да, что мы начнем вызывать, делать рабочие визы, помогать в этом, там, тем же соотечественникам, то обязательно на моем инстаграме будет об этом анонс. Я сообщу вам вообще первым, первым, первым делом. Вот. Поэтому всем спасибо, подписывайтесь на канал, я уже сказала, и оставайтесь со мной.